Доброе утро, Новосибирск! Сегодня начну с мудрости. Денег много не бывает. Прямо с языка сняла. Доброе утро вам, друзья! Меня зовут Евгений Чурилин, моя коллега-соведущая Алена Чурилина, и у нас сегодня в гостях Ольга Алемжина и Сергей Блинов. Разговариваем мы сегодня про деньги. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Что связывает деньги и библиотеку? Как уберечь честно заработанное от проходимцев? Сколько денег нужно держать про запас в качестве финансовой подушки безопасности? На эти и другие вопросы в студии Оранжевого утра отвечают организаторы проекта про деньги. Как связаны библиотека и финансы? Мне всегда казалось, что это как-то... Наверное, в библиотеке очень много денег хранится в книгах. Это очень было бы замечательно, конечно. Но сейчас в библиотеке это как третье место, то есть это после работы, то есть отдыха. И, конечно, все идут в библиотеки. И библиотеки сейчас стали не просто выдачей книг, таким хранилищем книг, а сейчас к нам идут за знаниями. И, конечно же, у нас зародилась идея, потому что финансовое просвещение, финансовая грамотность – это очень актуальная проблема. И у нас зародилась идея именно сделать такой сетевой городской проект между всеми библиотеками, а их у нас 71 библиотека. И, конечно же, мы решили, как сделать нам. Мы обратились к нашим партнерам Дома финансового просвещения, чтобы они нам помогли, потому что это действительно спикеры хорошие, лекторы, которые нам помогут сделать этот проект. И в мае мы обратились, придумали, вот с Сергеем, получается, разработали проект. 15 мая мы запустили этот проект. В течение 2023 года он будет проходить, именно городской сетевой проект про деньги. Суть его, что мы будем повышать финансовую грамотность, финансовое просвещение проводить, формировать грамотное финансовое поведение среди жителей города Новосибирска на площадках наших библиотек муниципальных. Для кого этот проект? Для детей, для взрослых, для уже мудрого населения? Для кого? Спасибо за вопрос, Алена. Вообще, конечно, это прямо начиная с деток, обязательно уже в садиках даже формируют финансовое поведение. У нас есть и целевая... Да, у меня есть детская карта банка. А я сегодня помыл посуду и заработал. На самом деле это все так и есть. Они играют в детских садах уже, в семейный бюджет, в магазины, что денежки есть, ценности этих денег. И мы, конечно, какие-то прототипы, такие кейсы и обыгрываем в наших библиотеках. То есть это целевая аудитория и дети, и подростки, молодежь, конечно, и старшее поколение. То есть мы затрагиваем все абсолютно категории. У нас есть детская библиотека имени Гайдара. Там, конечно, на целевую аудиторию именно дети. Наша библиотека имени Карла Маркса. Мы на взрослую аудиторию. Поэтому охватываем в городе всякая категория людей. Сергей, вопрос. К вам... Скажите, правда деньги это просто? Конечно. Ну, просто деньги. Что? Просто деньги. Просто деньги, да? День удался. Деньги, да просто деньги. Не больше, не меньше. Получается, проект не про то, чтобы заработать деньги, а про то, чтобы их сохранить и, возможно, приумножить, так? И про то, что и заработать, и сохранить, и приумножить. Вообще финансовая грамотность это про все, что касается управления личным семейным бюджетом, да, или финансами. Здесь, если говорить, ну, как раз вот коротко, да, это умение сэкономить, это умение сохранить и умение приумножить, а также обезопасить свои финансы от негативных последствий. И если говорить по библиотеке, почему библиотеки? Библиотеки, да, потому что библиотеки и финансовая грамотность, где эти? Мне кажется, здесь зерно лежит в следующем. Обычно люди спрашивают... Капитал Маркса, да? Где? Вот, да. Или где хранить деньги, да? Заначку от жены. В книгу аккуратно, все. Это подсознание, то есть людей ведет туда, в библиотеке финансовая грамотность, зная, что в книгах все у них что-то хранится, да? Но мы это пытаемся достать, чтобы... Кстати, у меня для вас прекрасная идея. Давайте сделаем так, возьмем какую-нибудь книгу, выберем специально, может быть, совсем не связанную с финансом, положим туда 5 тысяч рублей, закроем и все, и сохраним. Люди будут ходить специально к библиотеке, чтобы брать побольше книг и искать 5 тысяч рублей. Книги лежат, можно сразу туда положить, у кого есть 5 тысяч, да? Женя, отличная идея, мы это так и сделаем. Берите, берите, пожалуйста. У нас 150 тысяч книг только в нашей библиотеке, пусть ищут. Конечно, пусть читают. Пусть читают. Прекрасный мотиватор. Так вот, почему библиотеки? На самом деле, помимо того, что это живая аудитория, помимо того, что это инфраструктура и разветвленная сеть как по городу, так и по области, наверное, самый главный аспект, почему библиотеки, во-первых, является мультикультурным центром на сегодняшний день, во-вторых, очень благодатная площадка для финансового или любого другого просвещения. Почему? Потому что люди туда приходят изначально за знаниями, подготовленные, никуда не спешат, никуда не торопятся. Они приходят и готовы воспринимать информацию. Они не бегут по своим делам, это люди читающие изначально. И вот эта коллаборация подготовленной аудитории и просвещение, она дает синергические эффекты и получаются реально хорошие результаты. И люди не просто соприкасаются с финансовой грамотностью, они действительно уходят со знаниями и с пониманиями, как дальше жить на белом свете. Это очень важно. Да, вопрос. А с какой, в принципе, и откуда нужно начинать? Я услышал, что есть разная возрастная категория. Дети чуть ли не из детского сада и так далее, до пенсионеров наших. Ну и вообще, о чем рассказывать детям? Как сохранить? С кем легче, с кем сложнее. Где найти нужную копилку, чтобы она не билась? И одинаковые ли инструменты? Вообще, если говорить про просвещение, это такая массовая история. Любое просвещение, в том числе финансовое, оно затрагивает все слои населения. Потому что это про базовые системообразующие вещи, которые должны знать все абсолютно. Мы работаем со всеми аудиториями, начиная действительно с детского сада. Это школьники, это молодежь, это взрослое население, это люди преклонного возраста, особой аудитории, даже субъекты малого и среднего предпринимательства, как говорится. То есть весь комплекс. Понятно, что с каждой аудиторией работаем по-разному. У нас есть, если сегодня немножко строгости добавим, стратегия развития финансовой грамотности на федеральном уровне, все серьезно. И там определены три базовые целевые аудитории. Во-первых, это подрастающее поколение, это потенциал будущего страны. То есть мы формируем наше будущее, воспитывая наших детей. Вторая категория, это взрослое население с низким или средним уровнем дохода. Люди, которые склонны в большей степени к рискованному поведению на различных рынках, в том числе финансовых. И такая в меньшей степени защищенная аудитория, доступ к финансовым услугам, который немножко ограничен. Это как раз люди старшего поколения, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сирот, дети, оставшиеся без попечения родителей. Вот три главные целевые аудитории, но самой основной, конечно, остаются подрастающее поколение. Почему? Потому что это аудитории, которые еще пока не являются активным участником финансовой жизни. У них еще не сформирован опыт, негативный в том числе опыт, обращения с финансами и так далее. Они еще как чистый лист, готовы воспринимать любую информацию. И вот именно в этот период, потому что финансовая грамотность, это, наверное, больше про финансовую культуру, про установки, про мировоззрение, про ценности. То есть, когда у человека есть вот эти правильные установки, он тогда уже под это знание, навыки подтягивает, он готов развиваться. Когда у него нет установок, сложно вообще, в принципе, любая информация становится просто сведением для общего развития. Ну да, действительно. Вот. А если говорить про детей, то есть это такой чистый лист, когда мы закладываем базу, которая потом отработает в будущем. И, собственно, мы получим правильное отношение к финансам и правильное, в принципе, движение по финансовой жизни. Направьте нас правильно. Как не влезть в долговую яму? Кто мне ответит на этот вопрос? И зачем, и как надо копить на черный день? В долговую яму, давайте отвечу. Давайте, да. Простят меня все кредитные организации, но покупки в кредит – это уже не самое рациональное и правильное решение в финансовом плане. И, конечно, там кредитные карты – это хорошее средство вообще, конечно, придуманное. Но, к сожалению, у нас люди не понимают, как ими пользоваться, то есть не знают, как рассчитывать льготные периоды. Вот в этом проблема. То есть именно как пользоваться этими финансовыми инструментами. Поэтому и получаются вот эти долговые ямы. А, ну то есть, смотрите, пользоваться этим можно и даже нужно. Можно, да, и нужно, но правильно. Да, правильно. Что для этого нужно сделать? Ну, я не знаю, подсчитать как-то гороскоп, да, обратиться там к нумерологам и так далее, чтобы у тебя все получилось. Венеру из пятого дома вывезти наконец. Это дополнительный инструментарий. Дополнительный. Повезет тебе, повезет. Нет, на самом деле надо финансово просвещаться, правильно читать договоры, те же кредитные и прочее. Действительно понимать, все-таки не просто взяли карточку и пошли потратили, да, эти деньги. То есть любой кредит его нужно возвращать. Не все, к сожалению, это понимают. Ну, это как раз наш проект и такие другие аналогичные существуют проекты, которые помогают действительно обезопасить жителей. Слушайте, вот я на самом деле никогда не думала, что есть определенный процент, да, что получая кредит или заем, убедить, что ежемесячные выплаты для его погашения не превышают 30%. Ты об этом знал? Если честно, не особо. Ну, вот просто сам факт, что у нас большая часть населения все равно так или иначе находится в кредитах. Если мы не говорим, допустим, про потребительский кредит, не говорим про кредит на какие-то покупки, да, но в основном, основное, это ипотека. Ну, да, ипотека, машина, да, да, да. Ну, 30% сейчас такие, это какая заработка должна быть? Ну, смотрите, должна быть финансовая подушка безопасности у каждого человека, естественно. Если говорим про ипотеку, то это 20-25 лет. То есть надо быть уверенным, действительно, это финансовое планирование. Сергей подтвердит точно, что надо действительно планировать и понимать, что если вдруг бывают разные ситуации рисковые, потери работают, ну, там, элементарно, переезд или еще какие-то ситуации. Поэтому ты должен понимать, что ты сможешь гасить эту ипотеку, иначе квартиру заберут. Конечно, это очень страшно звучит, но в любом случае каждый человек должен понимать об этом. Сергей, зачем и как накопить на черный день? А вы накопили? Да, знаменитый черный день. Это, собственно, у нас сейчас у огромного количества населения... Черный день, уже давно. Деньги, как раз в книгах, в других домашнем инвентаре лежат деньги, которые не работают. То есть они лежат на черный день. Причем это не средства, которые продуманы, скажем так, это не финансовое планирование. Это просто... Они лежат. Они лежат, они ждут своего часа, но тот час, которого они ждут, это не самый хороший час, скажем так. Поэтому на самом деле на черный день такое условное понятие, вот сегодня сейчас прозвучало такое словочетание подушка безопасности, финансовая подушка безопасности. Очень хороший инструмент. У нас, кстати, есть, по-моему, вопрос. А давайте сразу вопрос по подушку безопасности. Я предлагаю это сделать. Я смотрю, здесь очень много всего. И, вы знаете, мне бы тоже хотелось себя как-то, не знаю, протестировать, что ли, проверить свои знания. Вот как раз есть вопрос. Финансовая штука такая, потому что мы сейчас говорим подушка, подушка, подушка. Все думают, да, конечно, мягко спать. Да, это из холофайбера вам какую или там перьевую. Нет, меня больше волнует тот вопрос, как вот сохранить эту подушку. У меня же не потратить раньше времени, раньше, чем придет тот самый черный день. Друзья, сейчас прервемся на небольшую информационную паузу. Посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала ЭНСК-49, после чего вернемся в студию. И продолжим, и обязательно протестируемся. Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Это Оранжевое утро, и у нас сегодня в гостях... Ольга Олемжина, Сергей Блинов, и разговариваем мы сегодня про деньги. Сергей, вы обещали протестировать, а мы сидим и сомневаемся... А кого будут тестировать, меня или тебе? Ну вот тут, понимаешь, сложный вопрос. Или мне, чтобы я не была транжирой, или чтобы тебе, что ты готов. Ну подними руку, уже подними, не стесняйся, все, молодец. Да, мы остановились на подушке безопасности. А можно по очереди? Можно. Собственно, вопрос. Чему должен быть равен размер финансов подушки безопасности на случай непредвиденных событий? Варианты ответов. 100 тысяч рублей. Есть варианты, прекрасно. Зарплата за месяц. Так. Суммы, которая будет достаточна для жизни в течение 3-6 месяцев. Вот последний вариант ответа. Последний вариант ответа. А еще какие варианты? Мне нравится 100 тысяч рублей, да. Круглая сумма красивая, да? Мне даже она нравится. Но этого мало. Как раз 100 тысяч рублей самый популярный ответ, потому что, ну, видимо, такая магическое число финансов благополучия. Просто слышим 100 тысяч рублей, представляем это в кутюрах и так далее, все, нам уже проще. Но, на самом деле, правильный ответ последний. Так, Ален, твой правильный ответ. Браво, браво. Сумма, которая составляет примерно 3-6 месячный доход. Для чего это делается? Почему такая сумма? Всякие в жизни бывают ситуации. Потеря работы, проблемы со здоровьем. Потеря близкого, да. Не дай бог, конечно, но жизнь такая, случается. У человека должен быть запас, чтобы он в течение 3-6 месяцев мог просуществовать спокойно, в размеренной своей обычной жизни, без финансовых потрясений. Потому что, представляете, и так потрясение случилось. А тут еще с финансами проблемы, что делать? И все, люди начинают влезать в долговую яму. Черный день, все сбережения из книг своих достают и так далее. Это реальное потрясение, потому что, когда ты находишься в таком состоянии, у тебя, ну, психологически подспадает, да, твоя устойчивая психологическая... Ну, во-первых, страдает, начинает страдать здоровье человека, да, потому что все, как говорится, на психическом... Страдают близкие, которые с ним живут. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Мне интересно дальше, да, что там есть еще? Значит, как раз вот мы об этом уже говорили, но создадим его. Чтобы оценить свои силы при формировании кредита, нужно помнить, что ежедневеченный платеж не должен превышать... 30%? 10% вашего дохода. 30% вашего дохода. Половину вашего дохода в месяц. А можно пользоваться подсказкой? Можно. Можно. Я списала ответ, да. Потому что у нас просвещение, в первую очередь, да, ответы не ради ответов, а ради знаний, поэтому, внимание, ответ. Да, 30%. 30%. Это, по сути, ты живешь в таком аскетическом существовании. Во-первых, это большие риски, потому что, опять же, непредвиденные ситуации, тем более, если у тебя нет подушки безопасности. И ты живешь от зарплаты до зарплаты, а так живут большинство наших, к сожалению, граждан. То, соответственно, вот эти 50%, они могут в определенный момент вот так некрасиво тебя ударить по... Треснуть, лопнуть и так далее. Да, и так далее. А есть еще какой-нибудь вопрос, не знаю, ну, может быть, связанный, смотрите, сейчас очень много телефонов, приложений, все карточно, денег мы практически руками не трогаем. Вот какой-нибудь такой вопрос. Нет, если нет, ничего страшного. Есть, не вопрос, есть комментарий, как раз про что. Почему сейчас вопросы вот учета своих доходов, расходов, осязания своих денег очень важны? Почему? Потому что раньше, когда у нас не было электронных всех переводов, там, карточек и так далее... Люди хранили чеки. Да, дело не в чеках, дело в наличных бумагах, деньгах. Когда ты расплачиваешься, ты вот прям энергию свою отдаешь, ты прям вот в моменте ощущаешь, сколько ты денег отдаешь. И у тебя уже так, так, что-то многовато я уже кладу, надо бы остановиться. Когда ты карточкой рассчитываешь, это все где-то происходит, у тебя не остается осознанного ощущения, что ты потратил. И ты только в конце месяца, ой, что же происходит, а некоторые раньше, когда зарплата еще не подошла, у тебя уже там это, к нулю приближается. И ой-ой-ой, а я же прокараулил, несмотря на все приложения мобильные и так далее, нету осязаемости трат, поэтому учет, регулярный учет доходов, это очень важный инструмент. Ну тогда получается, смотрите, если так проще и легче себя контролировать, тогда мы получается что делаем? Берем карточку, идем в банкомат, снимаем деньги и потом их начинаем вот... Это как вариант, но мы же понимаем, что не всегда удобно. То есть карточки придуманы для удобства, и это удобный инструмент, и часто спасающий в ситуациях. Но вопрос не в том, чтобы мы просто переходили к старым форматам, да, от новых, а в том, чтобы мы новые форматы учились правильно, ну, применять в жизни, да, и как раз контролировать. Тогда такое, Ольга, вот скажите, а вам как удобнее, все-таки наличка, безналичный способ или, не знаю, может быть, какой-то там третий и ноль? Нет, конечно, безналичный, но вот чтобы все-таки осязаемость была, поэтому мы придумали, в приложениях есть счета накопительные, то есть сразу получили, например, зарплату, перечислили какую-то на ту же финансовую подушку безопасности. То есть также есть там, например, планирование личное. То есть у нас сейчас банки придумали все для нас, действительно. Заходим в приложение, просто узнаем наши вот эти финансовые инструменты, не только которые потратить, а также которые накопить. Поставили цель, у них даже есть такие, знаете, как тренировочные тренажеры именно по инвестициям. Как действительно откладывать там, если 10% в месяц со своей зарплаты, складывать на счет и какая сумма будет по итогу. Или как инвестировать там в ценные бумаги и прочее. То есть есть тренажеры, поэтому пользуемся наоборот. Безнал отлично. Это все здорово, конечно, просто вы говорите про счета, сбережения и так далее. А следующий плакат, как не стать жертвой телефонных мошенников. А чем хуже время, тем их больше. В последнее время очень часто звонки поступают от всех на свете. Я сотрудник банка, вот как не стать жертвой и не потерять всю свою накопительную часть. Мы уже несколько раз звонили, говорят, здрасте, вы там подтвердили кредит. Просто, конечно, не надо свои распространять персональные данные, пин-коды, действительно, паспортные данные. Если вы понимаете, что, может быть, какая-то ситуация произошла, вы сами положите трубку, сами перезвоните в этот банк или сходите лучше в офис и узнаете. А когда там звонят, действительно, возьмите кредитную карту или у вас тут деньги уходят, например. Ну, конечно, все, трубочку кладем и сами перезвоним, узнаем. Часто звонят, когда подтвердите, там, у вас смена номера телефона бывает, да, с кредитной. Ну, тоже, это, конечно, все мошенники, они пользуются психологическими приемами. Тут и работает воронка, тысяча звонок сделают, один попадется кто-то. И это бывает так еще, знаете, по психологии. Когда ты действительно бежишь или в каком-то нервном состоянии, вроде мы все знаем, все понимаем. А вот когда действительно что-то произошло или какой-то только перевод сделал, и тут же звонят, что перевод не прошел, подтвердите еще пин-код, там, вот в такие моменты попадаются. Да, сейчас все равно люди все грамотные, относятся к своим сбережениям очень грамотно. Но главное вот не попадаться на такие психологические приемы. Все, перезвонили, узнали всю информацию, ходили в офис, и проблем не будет. Мне кажется, вообще не надо суетиться просто. Конечно, правильно. Да, идти в библиотеку, взять какую-нибудь книжку хорошую, посидеть, подумать, потом перезвонить в банк. И найти там ту самую купюру, которую там кто-то купил. Я на самом деле подтвержу слова. И самый главный, самый важный, самый первый инструмент, когда такие случаи возникают, когда звонят из банка, из прокуратуры, из милиции и так далее. Потому что почему? Эти структуры, они вызывают некий трепет, некий пиетет. Вот мне звонят из таких организаций. Первое, это сделать паузу. Всегда. Сделать паузу, сказать, я вам перезвоню. Сейчас мне некогда разговаривать, я вам перезвоню и так далее. В большинстве случаев на этом заканчивается мошенническая схема, потому что мошенники, они редко настойчивы в плане, вот они будут еще раз звонить и так далее. У них там... Я вас умоляю, мне недавно прям названивали и говорили, что они из полиции. И когда я положил трубку, мне перезвонили, сказали, а почему это я посмела положить трубку? Кстати, это самое-самое первое. То есть доблестные сотрудники внутренних дел никогда не будут вот в таком ключе разговаривать, а что это вы положили трубку и так далее. Потому что есть официальные процедуры вызова человека на допрос, если это нужно, как в качестве свидетелей и так далее. То есть это все прописано. А вот такое вот психологическое воздействие на человека, его поймать в такой не самой хорошей ситуации, это первый инструмент. То есть заставить тебя сомневаться в том, что ты адекватно смотришь вот на мир. Это первая цель мошенников. И здесь, как говорится, в чем сила мошенников, да, к сожалению. В том, что если с одним вот явлением мошенническим мы поборолись так или иначе, находится сразу другое. Придумать другое. Да, поэтому всегда, вот в любой ситуации просто всегда нужно делать паузу, выдохнуть, включить рациональное мышление, отключить эмоции и только после этого совершить какие-то действия. Как интересно. Слушайте, а давайте так, давайте сделаем паузу, но эмоции отключать не будем. И вот что это за коробка? Вы знаете, деньги сохранили, да. Она притягивает мой взгляд. И мне просто очень интересно, что это. Деньги сохранили, да, финансы и инвестиции для детей. Куда могут инвестировать дети? Расскажите, Оль. А, конечно, так же опять в приложении вернемся, есть же сейчас и джуниор-карты получается. И там они так же, дети сейчас, они даже грамотнее, чем взрослые. Они понимают ценность денег, они знают, я хочу накопить. Они прямо так говорят, на велосипед, на приставку какую-то. И они действительно это умеют делать. Они хотят зарабатывать, они не хотят пол просто так помыть дома, они хотят за 100 рублей это сделать. Вы даже не представляете, сколько сейчас стоит приставка и как долго ребенок будет мыть пол. Родители, они должны наоборот поощрять, что ребенок будет знать ценность. Не просто, что велосипед они купили со своей зарплаты, а ребенок заработал на это, приинвестировал свой труд в этот продукт какой-то, в товар. Поэтому дети очень даже больше, чем взрослые. Как я понимаю, вот это игра именно для детей, правильно? Потому что я вижу здесь есть Роберт Иосаки, достаточно знаменитая персона в сфере финансов и так далее. Вот, это игра для детей или для взрослых? Или для взрослых детей? Или для взрослых детей? Ну мало ли, вот приходит, например, в библиотеку предприниматель, да, ИПшник, и говорит, дайте мне расслабиться, поиграть немножко и заодно блеснуть своими знаниями в области финансов. Вот, я отвечу, вот это конкретная игра для детей. Вот прям, вот это вся? Вот это конкретная игра для детей. Но есть точно такая же для взрослых. Точно такая же, она просто без присавки для детей. Финансы и инвестиции. Бизнес-игра. Вообще, почему игра? Получай квартиру. Отлично, отлично. Тебе сегодня несказанно везет. Не везет, да, везет. Объясню, на самом деле, игра, игровое просвещение – одно из самых эффективных инструментов. Почему? Потому что в процессе как раз различные ситуации, кейсы проигрываются, жизненные, то есть, ну, как бы, приравниванные к жизненным ситуациям, да, и что произойдет, если, там, вот такая ситуация произойдет, как ты будешь действовать? Ты будешь кредит брать, там, будешь новое место работы искать и так далее. То есть, и так далее. То есть, ситуации, которые близки к жизненным, они проигрываются в этой игре. И когда человек их проходит не в реальности, а в виртуальном пространстве, когда у него нет психологических, вот, якорей, да, ему проще это делать, он… Ну, потому что, опять же, да, у него подсоединение сидит, что это просто игра. Да, но в этот момент формируются нейронные связи. Он, как раз, та самая культура, мировоззрение, установки финансовой ценности, они как раз формируются в этом, в этот момент. Может быть, сразу это не будет понятно, но в перспективе это явно отразится. И это максимально эффективный инструмент как раз вот формирования финансовых установок, которые в будущем будут выстреливать. Для взрослых такая же история, она более масштабная, более такая серьезная, там, игра такая, цикл игры от пяти до восьми часов. То есть там, ну, даже… Ну, в общем, это монополия, да, знаменитая? Нет, это денежный поток. Ну, она же тоже… А, денежный поток. Да, это близко, но это не совсем то. Реально кейсы, что люди после этой игры выходят, ну, так можно было. То есть я, допустим, я, допустим, никогда… Становься успешными бизнесменами. Да, я себя ограничивала, допустим, в… Там, девушка говорит, я себя ограничивала в том, чтобы брать кредиты. А здесь я взяла кредит, тут что-то перекредитовалось, там, здесь сюда вложила, тут проинвестировала. Я проиграла эту модель. И теперь в жизни я понимаю, что, во-первых, это возможно. Сколько много интересной, полезной информации. Но, к сожалению, трафик времени у нас не такой большой. Поэтому давай еще разочек, у нас сегодня в гостях Ольга Алемжина, Сергей Блинов. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо, что пригласили.